друзья всем привет серферы безделики девианты и продолжаем наши обзоры и сегодня есть очень интересное событие владимир путин президент россии вот буквально только что сделал заявление о том что украина это анти россия дескать украина это вот такой монстр который превращается на глазах в серьезную проблему россии и конечно же в основу этого спича был взятки из медведчука что дескать преследуется оппозиция политическая те люди которые радуются взаимодействие с россией их украинская власть преследует закрывает сми бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и я вот хочу показать в чем путин врет лицемерит и фактически поступая аналогично аналогичной ситуации обвиняют украину в том что он в россии давно реализовал но начнем с того что в россии преследуются прозападные политики прозападные политические силы и вообще преследуется любая оппозиционная активность мы это все прекрасно кроме ручных собачек в госдуме у путина в парламенте никого нет а те кто высовываются типа навального там имеют наглость что-то вякать они садятся в тюрьму или их убивают как убивали журналистов как убивали немцова и прочих 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 людей поэтому но это как минимум очень смешное заврение когда говорят о том что преследуют за пророссийские убеждения до украине на восьмом году всей этой фигни которая забрала уже больше десятка тысяч человеческих жизней нанесла огромные экономические потери украине благополучно действовали такие политики как медведчук за которых взялись только сейчас это взялись только в кавычках потому что тот позорный судебный процесс который там мы вчера наблюдали когда изменнику родины вменяют измену родины и при этом саждают на домашние под домашний арест ну это смешно в россии запаковали бы в бутырку там или еще куда-то матрускую тишину и все никто бы не высовывался сидел бы человеке не жужжал за там за гораздо менее серьезные вещи наказывают намного поэтому это лицемерие во вторых а почему украина не должна преследовать пророссийских политиков вот очень странный вопрос ведь россия преследовала тех кто поддерживал независимость чечни она убивала их прямом смысле этого слова взрывала там ракетами уничтожала вот поднимала вой визг по поводу того что там на западе где-то кто-то поддерживал чечен чеченцев и ничего но это все как-то сходило с рук исходит до сегодняшнего момента почему же украина в абсолютно аналогичной ситуации когда и у нее стоит проблема территориальной целостности и вторжение со стороны россии должна приветствовать нормальное отношение к россии к российские пророссийским политикам но это же самоубийство поэтому ну украина в этом плане абсолютно логично и очень жаль что украина как раз украинское государство точнее говоря действует очень мягко очень добро и короче говоря не по всей строгости закона военного вот это еще одна составляющая третья составляющая медиа закрываются российские пророссийские медиа там ну ребят я вчера заходил на медузу а там висит статус иностранного агента вы мало того что закрывали все что нужно позакрывать так вы понавешивали а вот на людей нам на медиа вот эти вот позорные бляпы о том что там кто-то какой-то агент вот и поэтому говорить о том что в украине цензура ну это может либо лжец коим путин является либо либо сумасшедший который не понимает либо просто либо глупец который плохо разбирается с тем что реально происходит в украине вот поэтому вот это путинская речь она выглядит конечно ну таким традиционным холодным путинским лицемерием поскольку те кто живут в украине прекрасно понимают эту эту херотень по-другому то ее не назовешь и очень важный момент который там есть о том что он сказал что полно украинских политиков которые защищают они работают работают с российской с россией работают имеют какие-то экономические связи даже работают с крымом на высшем уровне вот это вот вопрос очень что же это за политики которые работают с россией на высшем уровне и кстати со стороны россии если украина превращается в такую анти россию я по на их месте сделал бы все для того чтобы обрезать этих политиков и и бизнесменов для того чтобы товарооборот в 9 и 9 миллиардов о котором говорил путин сократился до минимума лучше вообще до нуля если мы уже если уже мы находимся в ситуации такого конфликта но нет же буквально вчера появилась информация о том как роснефть придумала вместе с сакаром азербайджанским нычку с помощью которой можно поставлять в украину нефтепродукт аж 22 процента от общего потребления в украине и поскольку proton energies или как там это медведчуковская контора называется с штаб-квартира и швейцария она попала под санкции после того как зеленский возбудился то русские договорились с акаром который здесь имеет свою разветвленную сети автозаправок и теперь азербайджанцы будут зарабатывать на том что россияне полезли в украину начали уничтожать наших людей наши граждан и удивляются что по ходу мы их ненавидим там не любим или или как-то неадекватно реагируем да мы как раз очень адекватно реагируем их нормальным россиянам у нас нормальное отношение те кто со своими вот этими вот в одноголовыми мыслями не лезет в наш огород мы их приветствуем и не трогаем а вот те кто как путин мысли ну так идите на далекое эротическое путешествие вот и все потому что по-другому ну не может быть не может быть такого чуда чтобы у вас кто-то имел по полной программе без вазелина а вы при этом ласково улыбались и ну еще говорили гуд вальду гуд вальдемар гуд да то есть это такая такая тоже пелевенщина будет там да но мы нормальная страна нормальный народ который уважает себя и до русские сделали россияне в лице прежде всего путина сделали максимум для того чтобы украина к сожалению потому что я считаю это большая трагедия что мы превращаемся в анти россию и из-за этого у нас появляются свои перекосы в виде идиотов которые бегают с флагами сс галичина там на на праздники майские там да и перекосов связанными которые возникают с русским языком но это досадно но терпимо на самом деле потому что по большому счету на жизнь большинства людей это не влияет мы все как кто как хочет так и общается хочешь на украинском хочешь на русском я каждый день разговариваю на обоих языках и никаких проблем у основной массы кроме нескольких тысяч экзальтированных дебилов идиотов с обеих сторон вот ватников и вышиватников нет вот поэтому этот спич путина конечно же наталкивает на мысль что они готовят очередную подлянку но мы так знаем что с 14 года россияне в общем-то перешли уже все границы в современной истории и ничего хорошего ждать от них не нужно поэтому может путин и удивляется что украина превращается в анти россию но она превращается в анти россию исключительно благодаря ему так что может поаплодировать сам себе на этом все спасибо за внимание обнимаю целую кликайте распространяйте комментируйте сбрасывайте донаты будем разбираться пока